Приветствую вас. С фоническими атаками нам не нужно бороться. Их нужно раскрывать. Дело в том, что в самом важном вопросе, как вы его ставите, как вы его задаёте, какая у вас постановка вопроса. А я предполагаю, что вы вообще склонны к тому, чтобы себя подавлять. Вот. А вы склонны себя зажимать. Вот. Ну, если можно так вот выразиться. Вот. И, соответственно, ну, такая вот история. Значит, зажимать себя, на мой взгляд, не нужно. Потому что зажимая себя, вы делаете только хуже себе. Вот. Зажимая себя, вы, значит, подавляете себя. И, в общем-то, в общем-то, ничего хорошего в этом для вас нет. Вот. Это первое. Дальше. Значит... Что из себя представляют панические атаки? Значит... Панические атаки из себя представляют тревогу. То есть это очень такая тревожная история. Это очень такой всегда тревожный момент. Это всегда, значит, следствие и результат тревоги. Вашей тревоги. И это, может быть, с одной стороны, не отреагированность тревоги. Не отреагированность чувств ваших. Не защищенность. Это отсутствие вашей защищенности своей собственной. С другой стороны, это определенные желания, которые вы себе запрещаете. Которые вы себе не позволяете. Которые вы ставите для самой себя под запрет. Вот, собственно, что такое панический атак. И бороться с ними, то есть подавлять, значит себе вредит. Раскрывать их, выражать и позволять себе, значит действовать себе же на, ну, ни много ни малом пользу. Вот. Так что, так что, я думаю, ну, я думаю, примерно так. Вам можно будет ответить сейчас на ваш вопрос. Вопрос. Блин. Который вы задаете. Вот. За неимением большей информации, а я рекомендую вам все-таки, ну, как-то вот. предоставить от себя больше инфу, вот, чтобы можно, можно было вам ответить непосредственно, ну, по факту. Вот, в принципе, в принципе, то, что я мог бы вам ответить. Вы хотите разобраться подробнее, обращайтесь в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.